Созрела я своя тут себе спрей для тела, освежающий. Тут у меня лепестки роз и пиона сушёные. Вообще, на самом деле, это не розы, а шиповник обычный, но пион всё-таки там есть. Вот они у меня сохнут, и отсюда я их брала. Так, сейчас у меня выпадет из руки, чтобы показать вам то, в чём я буду это всё мутить в итоге. Озоновская хренотенька, спрейчик такой. Не помню, на сколько миллилитров, 100 или 300. И ща я буду, да, у меня тут суп типа, остатки былой роскоши. И даже кусочек того, что я собираюсь помыть, аккуратненько снимать. Почему аккуратненько? Потому что там горячо, он только что вскипел. И заливать. С кипевшим кипятком. Из него даже ещё пар идёт. Покроем ещё с чем-нибудь и дадим ему. Ну, дойдём. Ну да, 3 часа пешкодралом ходить, будет у вас всё доходить. Устала я ходить 3 часа пешком, но было интересно и весело. Короче говоря, сейчас я чем-нибудь это покрою, оно будет у меня где-нибудь полчасика настаиваться. Потом я планирую туда, возможно, ещё добавить воды, потому что, скорее всего, будет мало этой воды, этого тюбика, флакончика. Добавлю несколько капель на бум эфирного масла лимона. Вот чисто от балды у меня такая мысля, что настой розы и освежающий у меня бот лимон. Тупо масла мятного нету, не купила, а то, которое было, ставила в деревне. В общем, вот, вчера-то я не записала эксперимент, я даже не планировала его так это, что у меня так всё выйдет. У меня подружка пришла как раз вовремя. Но зато я его зафоткала и выложила свою вконтактовую группу травянистую. Вот у нас тут оказывается 250 мл. Я его уже располовинила и тут прошло больше, чем полчаса. Как-то я увлекаюсь другими делами. В общем, если поставите на паузу, увеличите на весь монитор, то увидите эти 250 мл. Вряд ли мне, наверное, там будут эти 250 мл в итоге. Но всё же, он там стоит. Если не просит. Вон, что тёпленькое. А может быть и полчаса прошло, хрен знает. Оно у нас тут жаждет помешаться, наверное, потому что не всё. А может, наверное, можно будет ещё раз залить потом. И можно даже, наверное, использовать как типа чай или ещё какую-нибудь хрень. Потому что немножко розовых роз и тому подобного осталось в лепесточках и ещё не отдало себя. Ещё надо, наверное, это как-то процедить для начала, прежде чем заливать. Хотя, может, получится и так. Вот у меня, конечно, не совсем 250 мл. Я думала, на 200 мл эта чашка была изначально. Обезьянковая. Обезьянковая чашка. Вот и тут получилось, что хоть и через воронку, но всё же несколько лепесточков пиона, розы или кого-то там из них, может, и того, и другого, проникла в эту горлышко. Как бы натуральный состав, да? Пахнет так, ну, ближе, наверное, к травянистому чему-то. Ну, наверное, ближе к цветочному травянистому. Сейчас надо было, наверное, как-то сообразить, чтобы это поставить, чтобы не монтировать особо много. Но в следующий раз, если я что-нибудь замучу, то поставлю уже на штатив, наверное, нормальный. Вот у меня приблуда от экшн-камеры. Это у нас тут масло эфирное. Я думаю, 10 капель, наверное, достаточно будет. На это всё действие. Отставлю всё-таки эту камеру так. Пахнет лимончиком. Вообще, в принципе, считается, что лучше эфирное масло растворить в ложечке мёда. Это если вы хотите в ванну это зафигачить. Ну, или как-то так. Но у нас вроде как... Ну, в принципе, можно туда ложечку мёда засунуть. Где-то у меня тут было написано, что оно... На каком-то масле, что оно водорастворимое. И, в принципе, даже если не так, то эфирное масло высокого качества вот что-то написано. На какой-то тут бумажке было написано, что несколько капель и зафигачить ванну. И я думаю, что раз ли оно в ванной растворяется, то, в принципе, в этой бурде тоже растворится. Пока я собиралась сделать эту бурду освежающую, я что-то так устала, ходивши в пешкодралом зелёную рощу, то, в общем, уже и как бы впрыскаться до себя ради освежения такого особого, ну, нету такого желания. Я, конечно, припёрлась и в душик залезла, но в течение дня хотелось себя чем-то освежить. Вот на будущее у меня будет в течение дня себя чем-то освежить. Сейчас мы это потрясём с децил. Вскроем заново. На момент пахнет или нет. Жаль вам не передать через камеру. Очень такой интересный запах вышел. И лимончиком, и чем-то не совсем. Ну и, не знаю, как бы показать, то что я опрыскаю. Капли. Короче, освежающий спрей. Как бы готов. Скажем так, на 200 мл отвара, настоя, точнее, какой-нибудь травы, цветов. У меня вообще можно было бы мяты, но что-то мята у меня где-то лежит. Из близко сохнущего у меня тут только роза и шиповник. На 200 мл, короче, настоя. Ну, где-нибудь час я, наверное, настаивала. Может меньше, может больше. Ну, вот под крышкой он был. И он, кажется, как бы слегка теплым. Наверное, минут 40 я все же наставила. В общем, берете горсть где-то там... У меня его было где-то одна треть, если утрамбовать. Так-то выходило, казалось, будто половинка. В общем, где-то одна треть. Ну, даже, допустим, если мелких там лепесточков, да, столовая ложка с горкой. Всяких лепесточков. Вот на такую вот чашечку в 200 мл настаивайте ее только что скипевшей водочкой. Ну, давай, увидите уже этот чайник. Отрекламим чайник. И потом уже закапывайте, я думаю, что 10 капель на 200 мл жидкости самое то. Потому что, допустим, 10 капель на 100 грамм мыльной основы делают это, чтобы мыло максимум 10 грамм на 100 грамм мыльной основы. 10 капель, точнее, эфирного масла любого на 100 грамм мыльной основы, чтобы оно и пахло, и при этом мылилось вменяемо. Потом встряхиваете это все. И будет вам счастье. Можете еще где-нибудь там подписать. Сделано такого-то. Сделано из такого-то. Ну и, да, флакончик вам тоже понадобится. Вот я на Азоне покупала хороший такой флакончик. Я его тестила даже просто. Вот, ну, воду обычно туда сувала. Нормальная такая струя идет, если приноровиться. Если одной рукой не держать камеру, а другой... Точнее, если у вас обе руки, как бы свободно, да. Если вы одной рукой не держите камеру, чтобы другой не бояться куда-то это... В ненужное место засунуть. В общем, всем спасибо. Всем пока.